всем привет как всегда надоел уже наверно вам но тем не менее благодарю за то что пишите комментарии под моими монологами это очень интересно читать спорить узнавать вашу точку зрения которая иногда даже совпадает с моей что бывает достаточно редко но тем не менее все это очень интересное главное обоюдно полезно вот как мне кажется ну а я что-то давненько не вспоминал про замечательного американского канадского канадского американского музыканта или америка на канадского канадско американской музыканты Нила Янга и без музыки Нила Янга американскую музыку представить себе невозможно вы скажете но и наплевать пускай американскую музыку нет и мы не представим даже без Нила Янга ну на что я отвечу что рок-н-ролл это вообще-то музыка американская так же как и блюз и всё что мы слушаем так или иначе уползает корнями своими в американскую музыку. Любая рок-музыка, в принципе, она оттуда. Можно к Америке по-разному относиться, но я не говорю вообще про Америку, я говорю про американскую музыку. Она вышла из того континента, из той страны, и распространилась по всему миру, и не имеет отношения никакого ни к политике, ни к президентам, ни к чему такому вообще искусству. Оно существует отдельно само по себе, и оно не про политику, даже если в песне поется про политику. Оно не про это. Оно действует на эмоциональном уровне, а не на уровне сознания. Оно не отвечает на вопросы какие-то. Что нам делать, как нам дальше жить. Это нет, это все не то. Это гораздо глубже искусства, я имею в виду. Так вот, Нил Янг. Количество пластинок Нил Янга столь велико, что я не могу себя назвать человеком, который собирает, собрал там все пластинки Нила Янга. Вот в моих руках то ли 34-й, то ли 35-й альбом Янга, а в моей коллекции их всего штук 20. А это совсем не последний. Поэтому я такой, можно сказать, начинающий собиратель музыки Нила Янга. Хотя слушаю его много десятков лет уже. Ну как много десятков лет? Мне и всего-то немного десятков лет. Но значительную часть из них я слушаю Нила Янга и знаю все те 20 пластинок, которые у меня есть. Ну, кое-что из того, что нет, я тоже слышал, но еще руки не дошли. И деньги не дошли еще до них. Ну, тем не менее, будем считать, что это 34-й альбом, 2012 год. Называется он Psychedelic Peel. Не как-нибудь там. И в виниловом варианте это тройник на компакт-диске. Это двойной компакт-диск, да. А в таком виде это не то чтобы 3 пластинки, 2,5 пластинки. Потому что третья пластинка, она записана только с одной стороны. Шестая сторона там ничего нет, там просто картинка. На, собственно, на самом диске. Ну, альбом для тех, кто не слышал никогда Нила Янга, я порекомендовал бы его для начала. Хотя такие там хрестоматийные пластинки, как Havest, After the Gold Rush, Rust Never Sleeps тоже. Но трудно, понимаете, когда у музыканта 40 альбомов, или даже больше 40, если брать концертные бутлаги, концертные альбомы, которые выходят сейчас уже не бутлагами, а номерными альбомами, записанные давным-давно. Я думаю, что к 50 приближается, наверное, количество пластинок выпущенных. И согласитесь, что из них вот что-то выбрать и сказать, что вот начните с этого альбома слушать его. Это довольно странно, потому что, ну, очень много, выбор огромный, пластинки, в общем, все хорошие. Каждая хороша по-своему, по-разному. Ну, в моих руках вот этот альбом, 2012 год, поэтому я рассказываю про него. Здесь, что называется, всем сестрам по серьгам. Нил Янг, во-первых, здесь играет со своей группой Crazy Hoss. Не со своей группой, а с группой Crazy Hoss. И это, если мне понять не изменять, десятый альбом, записанный им с Crazy Hoss. Группа мощнейшая. И если бы меня спросили, например, если бы случилось чудо, и передо мной стоял бы выбор реальный, вот, Алексей, в какой группе вы хотели бы играть? Я бы сказал, в Crazy Hoss я бы хотел играть. Ни в какой другой. Ни в какой другой. Точно могу сказать, в Crazy Hoss, да. С удовольствием играл бы. Так вот, всем сестрам по серьгам, что это значит? Что те, кто любит психоделические, так называемые, длинные произведения импровизационные, это для них сразу. Потому что первая вещь под названием Drifting Back длится 28 минут. Если быть точным, 27 минут 36 секунд. И занимает она всю первую сторону первой пластинки, и заезжает на вторую. Потому что такой хронометраж на одну сторону пластинки не влезает. На компакт-диски влезает, да, на винил первая сторона плюс половину второй. Это песня Drifting Back, в которой Нил Янг излагает очень близкие для меня вещи. Поет о своей ненависти к MP3, ко всем цифровым форматам. Поет о том, что если вы будете слушать на цифре, на этих вот MP3 штучках всяких, вы получите только 5% от того, что я хочу сказать, что я играю и как я звучу. Но не так формально он это излагает, а от души. 5% моего... 5% моей души вы получите. 5% моего посыла, моего месседжа. Все остальное потеряется в мертвой цифре. И все это на свалку, на помойку. И 28 с лишним минут, 28 с половиной минут он об этом рассказывает. В сопровождении группы Crazy Horse с гитарными импровизациями, с мощными барабанами. Начинается все, как у Нила Янга, как фирма. Он же... Огромная часть его творчества это кантри, песни с акустической гитарой. Начинается с акустики, чуть-чуть такой запев, и потом из ничего из ниоткуда выплывает мощное гитарно-басовое сопровождение Crazy Horse и пошел американский тяжелый рок, закрученный на двух аккордах. Разрешение, как всегда, там третий, в третий выходим. Но вот так вот, 28 с половиной минут, импровизация на двух аккордах, тяжелая, гитарная, с пением Нила Янга о том, как он ненавидит МП-3. Очень хорошая штука. Для тех, кто не любит такие масштабные гитарные, психоделические, импровизационные произведения, следующая песня Psychedelic Peel, заглавная, три с половиной минуты, кайфовый, с хорошей гармонией, с хорошей мелодией, отлично спетый, четко сыгранный гитарный рок с уклоном в такую... Ну, Psychedelic Peel, если с уклоном в психоделию, конечно, хотя это 2012 год, и это вам не Jefferson Airplane какой-нибудь, который я не люблю, кстати. А это вполне современная музыка, но такая, немножко со смещенным сознанием. Дальше начинается разница между виниловым альбомом и компакт-диском. На компакт-диске сразу идет песня Ramat In, а здесь идет второй микс песни Psychedelic Peel. Все то же самое, только вся музыкальная ткань уведена во флэнджер, и она уже совсем становится, извините за выражение, не буду говорить психоделическое, да, хотя уже сказал, но сознание смещается еще больше, и в другую сторону. Если первая версия, она такая, чуть-чуть сдвинута сознание, условно говоря, там вправо, да, то здесь влево и гораздо дальше. Но, тем не менее, все читается, гармония, мелодия, голос, все прекрасно звучит. После этого начинается, это для тех, кто любит короткие, хорошие рок-песни. Блестящий номер очень, Psychedelic Peel. Дальше идет Ramat In, 17 минут произведения. И, что я могу сказать, оно настолько, оно настолько убивает, наверное, всех любителей гитарной игры, вот этот вот, шреддинг, вот этот вот, или как это называется, вот этот вот, вот этот вот, с дикой скоростью игру. То есть, вот эти люди, они все, конечно, заплюются и скажут, что это вообще слушать невозможно. 16 минут очень хорошая песня. Песня с внятной гармонией, с внятной мелодией, с отличным рифом, на котором все лежит, и с замечательным гитарным соло. Длинным, через всю песню, через все 17 минут, медленное гитарное соло Нила Янга. И ничего не нужно, нужен только хороший гипсон и усилитель маршал, и больше ничего, и перегруз, и медленные ноты, длинные, и такой звук, и так это хорошо слушать, и не надо вот этих вот ничего этого не надо. Вот это медленное соло на 17 минут под песней, это полный кайф. Это одна из лучших песен, наверное, трудно сказать, одна из лучших песен Нила Янга, потому что огромное количество песен. Дальше идет Born in Ontario, в которой Янг вспоминает все-таки, что он родом из Канады. Очень задорная рок-песня, очень задорная. Аккордовые, аккордовые построения, аккордовые рифы, никаких пространных соло, конкретная такая штука. Twisted Road, следующий номер. Некоторые считают, что это похоже на Боба Дилана на Like a Rolling Stone, мне так не показалось, потому что она гораздо более торжественная. Она короткая достаточно, 3,5 минуты, но она торжественная и она более монументальная, чем Like a Rolling Stone, которую я очень люблю, кстати говоря, песня, очень хорошая. Ну и следующий номер совсем уже потрясающий, She's Always Dancing, 8,5 минут, опять-таки прекрасная гитарная игра, прекрасный этот перегруженный звук Gibson плюс Marshall плюс Gain и немножко реверберации и тонешь в этом гибсонском звуке, в этом не скрижащичном, не шершавом, не грубом, не с песком, а такой сиренообразной, как будто полицейская или медицинская сирена, чистый, звук ровный, без песочка, без этого, без грязи, и так это здорово. Ну и гитар здесь записано везде штуки 3-4, потому что и одна гитара играет ритм, играется соло, играется второе соло параллельное, аккордовое, вешаются аккордики, очень все красиво разнесено и все очень мощно и все очень живо. Никакого вот этого глянца на продажу. Прямо так живо, так все как будто ты сидишь в каком-то сарае огромном, где играет группа Crazy Horse и Нил Янг со своим Гибсоном играет и поет. И все это рядом с нами и все это очень по-настоящему. She's always dancing. For the Love of Man заканчивает четвертую сторону винилового альбома. На удивление лирическая, чистая, кристальная, медленная, красивая песня. Без гитарных перегрузов, без импровизации, без криков, без грохочущих барабанов, чистая, как просто такой рассвет в каком-то хорошем, далеком, свежем, лесном массиве. Нашел слово, долго искал. Что-то хотел сказать про поляну, но как-то нарисовался перед глазами лесной массив, и там рассвет, и тихо, тихо, красиво, и чисто, и свежо. Удивительно красивая песня. Четыре минуты она, правда, идет, и на ней не соскучишься. Эти четыре минуты просто полного кайфа. Ну и финальный удар Walk like a giant. Walk like a giant. шестнадцать с половиной минут. И вот здесь возможности гитары гипсом и маршала с перегрузом и реверберацией, они потрясают совсем. И не нужно никаких уже наворотов студийных, гигантских, потому что я не буду говорить про всю песню, она очень хорошая. Она, в отличие от дрифтинбэк, которая на двух аккордах, она с достаточно серьезной гармонией, со сложной мелодией, со сложными построениями мелодическими. Но в конце, когда начинается гитарное безумие, оно начинается действительно. Гитара уходит вниз, в нижний регистр совсем. И звук такой, все уходит в реверберацию, то есть не в дилей, а в реверберацию такую пещерную. Как будто мы в огромной пещере и видим перед собой ногу гиганта. Walk like a giant. Эта нога гиганта топает, топает, топает. Потом вторая нога. Всего гиганта мы не видим, потому что он очень большой. Пещера гигантская. И вторая нога топает, топает. Этот топот изображается гитарой. Это такой звук, который я не слышал вообще никогда. Я слышал очень много всего и Джимми Хендрикса, и до Хендрикса, и после Хендрикса, и все эти вот эти тоже штуки, но такого никогда нигде. То есть Neil Young Walk like a Giant. Пластинка изумительная. Она длинная, больше 80 минут идет, но не скучная, интересная и очень, как мне кажется, талантливая по музыке. По музыке, по пению, по текстам, по всему, по подаче. А главное, что она настоящая. Она не вот не для того, чтобы написать и продать. Она очень настоящая. Psychedelic Pill Neil Young 2012. Пошел пить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok